Какой увлажнитель воздуха купить, чтобы не чувствовать стянутость кожи и першения в горле, особенно зимой? И как выбрать качественную модель, не переплачивая за лишнее? Привет, друзья! Вы на канале HomoExpert. Меня зовут Вова, и сегодня я расскажу про 5 надежных увлажнителей воздуха для дома. А пока поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать наши полезные выпуски о технике. Перед тем, как мы начнем, скажем об одном моменте. У всех увлажнителей в рейтинге есть одна общая черта. Это ультразвуковые увлажнители. Вода превращается в пар под действием ультразвука. Такие увлажнители потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными, а еще они менее шумные. Если кратко о каждой модели, то тут у нас Sando D100. Это стильный увлажнитель с ультрафиолетовой лампой. Polaris PUH8080 Wi-Fi IQ Home. Небольшой тихий увлажнитель, который отлично подойдет для спальни. Xiaomi Smart Humidifier 2. Это эргономичная модель с возможностью менять направление пара. Kitford KT2882. Увлажнитель с необычным дизайном и большим объемом для воды. Hanzo Z6. Тихий и красивый увлажнитель для больших квартир и офисов. Ссылки на модели ищите в описании, а я начинаю подробный обзор. На пятом месте увлажнитель Sando RD100. Цена на момент записи видео 12 тысяч рублей. Это напольный увлажнитель, который рассчитан на площадь до 50 квадратных метров. Можно поставить в офис или большую квартиру. Резервуар для воды рассчитан на 10 литров. Кстати, это не самый большой показатель в нашем рейтинге, так что досмотрите ролик до конца, чтобы увидеть модели с реально большим резервуаром. Вода в Sando RD100 заливается сверху, нужно только снять крышку. Уровень воды можно увидеть на индикаторе и на корпусе. Если воды мало, увлажнитель оповестит сигналом. А еще к увлажнителю можно добавить эфирное масло, чтобы пар насытил комнату любимым ароматом хвои или апельсина. Ну, кому как нравится. Но добавлять масло прямо в воду вообще нельзя. Для этого есть у увлажнителя специальный диффузор. У модели три режима работы. Плавное или быстрое повышение влажности и ежедневное использование. Можно установить таймер, чтобы увлажнитель автоматически выключался. А еще можно задать нужный уровень влажности в комнате. Правда, сработает он только один раз. Увлажнитель выпустит нужное количество пара, а потом отключится. Ну и нужно будет заново включать. Есть режим ночника. Включается мягкая подсветка и ультрафиолетовая лампа для обеззараживания воздуха. А еще есть очень полезный режим интервального распыления. Устройство будет работать с перерывами в 2, 4 или 6 минут. Я скажу, что это действительно полезная и нужная функция, потому что так вы сможете экономить и воду, и электричество. Шумит Sendor RD100 не громче, чем холодильник, а уровень его шума равен 35 дБ. Правда, некоторых пользователей и этот уровень шума смущает. Говорят, ну, слишком уж громкий. Кратко пробегусь по плюсам и минусам этой модели. К плюсам можно отнести большой бак на 10 литров и удобный залив воды сверху. Есть ультрафиолетовая лампа для обеззараживания комнаты. Есть индикатор воды в баке и оповещение, если воды не осталось. К минусам отнесем следующее. Увлажнитель не может поддерживать постоянную влажность в помещении. А еще пользователи отмечают, что отсек для аромамасел немножко неудобный, и его сложно открывать. В целом, увлажнитель подойдет для работы в больших помещениях, там, где не важно постоянное значение влажности. Ссылку на модель я оставлю в описании. А сейчас пора двигаться дальше. На очереди у нас четвертое место. А на четвертом месте Polaris PUH8080 Wi-Fi IQ Home. Цена на момент записи видео 16,5 тысяч рублей. Увлажнитель компактный и выглядит довольно стильно. У него черный матовый корпус с сенсорным табло. Такой вообще не стыдно поставить и в гостиную комнату, или на тумбочку в спальне. Увлажнитель рассчитан на площадь до 40 квадратных метров. Резервуар для воды на 4,5 литра. Это в два раза меньше, чем у предыдущей модели. Заливать воду можно будет через отверстие сверху, не придется даже снимать крышку. Модель можно назвать безопасной, потому что увлажнитель автоматически отключается, если воды недостаточно. Это очень классно. Единственное, на корпусе нет индикатора количества воды. И вот на самом деле грустно, непонятно, сколько воды осталось внутри. Увлажнитель требовательный и просит очистить рабочую базу через 160 часов работы. А после 168 часов вообще не будет включаться, пока его не почистят. Вот такая вот, ну, принцесса. Правда, показатель может быть неточным, и счетчик времени обнуляется каждый раз, когда увлажнитель выключают из-за розетки. Но чистить маленького манипулятора все же стоит регулярно. К тому же в комплекте есть специальная щетка. У этой модели три режима подачи пара. Можно выставить таймер автоотключения или ночной режим с автоматическим контролем влажности. Если увлажнитель будет стоять в детской, можно заблокировать кнопки от детей, ну, чтобы не понажимал лишнее. А за что производителю огромное уважение. В приложении IQ Home можно сдать расписание работы увлажнителя. Например, чтобы приходить с работы уже в увлажненную квартиру. А еще можно законнектить с умным домом или Алисой или Марусей и управлять им с помощью голосовых команд. Что ж, давайте посмотрим на плюсы и минусы этой модели. Бесспорным плюсом можно назвать поддержку, уровня влажности в помещении и удобный залив воды сверху. Есть блокировка от детей и можно удаленно управлять через приложение. Из минусов не видно, сколько воды осталось в баке. Нет ультрафиолетовой лампы для обеззараживания воды и воздуха. Ну, а еще вообще стоимость далеко не бюджетная для увлажнителя с баком 4 и 5 литров. Поэтому лучше выжидайте скидки. В целом модель подойдет для небольшой комнаты, например, для спальни. В отзывах, кстати, пользователи как раз делятся, что модель вообще бесшумная. То есть за это можно не переживать. Ссылку на модель ищите в описании, а я двигаюсь дальше. И на очереди третье место. И на третьем месте Xiaomi Smart Humidifier 2. Цена на момент записи видео 5000 рублей. Это самый недорогой из всех увлажнителей в рейтинге. Увлажнитель компактный, у него белый корпус и нет дисплея, в отличие от двух предыдущих моделей. Сверху два отверстия для выхода пара. Их положение можно менять и поворачивать на 360 градусов. Например, чтобы пар не бил напрямую в стену или цветок. Рассчитан увлажнитель на помещение до 36 квадратных метров. Это подойдет для одной комнаты или квартиры студии. Бак тоже небольшой, всего 4,5 литра. Заливать можно также сверху и крышку снимать даже не нужно, что очень удобно. Полного бака хватит примерно на 32 часа бесперерывной работы. И на корпусе есть прозрачный индикатор. Он показывает, сколько же воды осталось в резервуаре. Вот оно. В отличие от предыдущих моделей, у Xiaomi Smart Humidifier 2 есть ультрафиолетовая лампа для очистки воды. То есть перед тем, как стать паром, вода очищается от бактерий и пар получается уже чистый. Увлажнитель шумит не громче на стенах часов. Его уровень шума равен 32 децибелам. Это самая тихая модель в нашей подборке. Кнопками на корпусе можно выбрать режим подачи пара. Но самые классные функции находятся в приложении Mi Home. Там можно задать влажность помещения и увлажнитель будет послушно ее поддерживать. А еще можно включить автоматический режим подачи пара. Увлажнитель отключится, как только влажность достигнет 85%. Так что никаких тропиков в квартире не будет. В целом модель хвалят за стиль и удобство. Наличие эстетической подсветки бака и возможность подключиться к умному дому. Так что за такую стоимость отличный гаджет. Еще раз пробежимся по плюсам и минусам. Из плюсов отметим низкую стоимость в 5000 рублей и возможность менять направление пара. Есть индикация воды на корпусе. Вода обеззараживается ультрафиолетовой лампой и еще это самый тихий увлажнитель в подборке. К минусам можно отнести отсутствие дисплея. А еще к увлажнителю нужно скачать приложение, чтобы пользоваться всеми функциями. В целом увлажнитель может подойти в небольшую комнату или тем, кому не нужно много функций. И дистанционное управление с приложением. Если это про вас, то ссылка на модель в описании. А я иду дальше и впереди у нас второе место. На втором месте Китфорд КТ-2882. И купить его можно по цене 16500 рублей на момент записи видео. Это довольно массивный увлажнитель с трубкой для выхода пара. Внешне он напоминает дерево. Можно поставить его как элемент декора в офис или загородный дом. Тем более рассчитан он на 70 квадратных метров. Резервуар для воды один из самых больших в рейтинге. 17 литров. Вода заливается сверху, но верхнюю часть с трубкой придется снимать. Кстати, вода перед выходом обеззараживается с помощью ультрафиолетовой лампы. Это очень важно. На корпусе есть шкала и по ней можно следить сколько воды осталось. Вот только покупатели говорят, что воду видно только в диапазоне между 7 и 17 литрами. У увлажнителя большой расход воды, поэтому на максимальной мощности он проработает до 14 часов. А если вода закончится, то отключится автоматически. Это мощный увлажнитель, который поднимает влажность на 20% за 1 час. Правда и шумит погромче других. Уровень шума равен 50 дБ. Такой в спальню точно вообще не поставишь. Имейте это в виду. Управлять можно кнопками на корпусе или пультом. Подсветки здесь нет, поэтому при плохом освещении настроить увлажнитель не получится. В комплекте есть пульт для дистанционного управления. И на пульте можно включить обеззараживание воды, задать нужную влажность помещения, настроить режим подачи или выбрать время автоотключения. Пользователи отмечают, что модель тихая и мощная, однако говорят, что не очень удобно заливать воду. Приходится снимать кучу крышек. Ладно, подведем итоги и посмотрим на плюсы и минусы. К плюсам отнесем необычный дизайн и большой резервуар в 17 литров. Есть ультрафиолетовая лампа для обеззараживания воды. Увлажнитель мощный и поднимает влажность в помещении за 1 час. В минусы отнесем отсутствие подсветки и неудобный залив воды, а еще шумную работу. В целом, Китфорд КТ2882 подойдет в офис или большую гостиную. Ссылку на модель оставил в описании, переходите, смотрите. Ну а у меня на подходе победитель рейтинга. Лидером рейтинга стал увлажнитель Ханза Z6. Его стоимость на момент записи видео 23 990 рублей. У модели ну очень большой резервуар. В него можно залить аж 20 литров воды. И это самое большое значение в нашем рейтинге. Увлажнитель рассчитан на помещение до 90 квадратных метров, поэтому подойдет даже для больших квартир и офисов. При этом его уровень шума всего 45 дБ. Это не громче, чем кондиционер, между прочим. Воду можно заливать сверху через отверстие или снять верхнюю часть и налить напрямую в резервуар. Увлажнитель весит 4 килограмма, но пусть вас это не пугает. Его будет удобно подкатить к ванной, чтобы набрать воду там. Для этого внизу есть вот такие вот колесики. И будет реально удобно. Перед выпуском пара вода обрабатывается ультрафиолетовой лампой. Поэтому вот он пар. Чистый. Чистый, приятный, свежий. Такой. А зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы вода не зацвела. Даже дистиллированная вода. У увлажнителя три режима подачи пара. Слабый, средний и сильный. Можно задать желаемую влажность в диапазоне от 45 до 95%. А увлажнитель будет автоматически ее поддерживать. Включаться и отключаться, когда необходимо. У Ханза Z6 есть таймер на 12 часов. Функция автоматического отключения, если закончилась вода. И семь цветов подсветки. Можно выбрать один или оставить переменную смену цветов. Ну или же вообще ее отключить, если вам это необходимо. Управлять моделью можно кнопками на корпусе. Они сенсорные. Ну а также в комплекте идет вот такой вот пультик. В котором можно включать-выключать, регулировать мощность, ставить таймер. Включать ультрафиолетовую лампу, автоматический режим. Так что все можно делать пультом. А вот приложения для телефона у этой модели нет. Так что дистанционно включить и выключить гаджет не получится. Пользователи в отзывах отмечают, что модель тихая и качественная. Со своей задачей справляется на все 100. А также приятно вписывается в любой интерьер. Давайте кратко пройдемся по плюсам и минусам. Из плюсов модели отметим большой резервуар на целых 20 литров. Ее бесшумность. Удобный залив воды сверху или напрямую в бак. Наличие колесиков, чтобы подкатить увлажнитель поближе к крану. А подсветкой увлажнителя можно управлять. К минусам отнесем отсутствие приложения и все-таки довольно большой вес в 4 килограмма. В целом модель подойдет для большой квартиры или загородного дома. Увлажнитель удобно наполнять, несмотря на его немаленький вес. Работает тихо, можно поставить даже в спальню. Ссылку на модель оставили в описании. Это была последняя модель увлажнителя в нашем обзоре. Все ссылки на товары, как я и обещал, будут в описании. Смотрите, выбирайте модель для себя. Если это видео было для вас интересным, полезным и помогло разобраться, какой увлажнитель выбрать, ставьте лайк. И напишите в комментариях, какая модель понравилась больше всего. Ну или какая модель есть уже у вас. И не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о технике. А у меня на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok